Дорогие коллеги, слышно ли меня? Да, слышно, слышно, все хорошо. В первую очередь я хочу поздравить всех с праздником, пожелать всего самого хорошего. И в первую очередь сказать о том, что невзирая ни на что, ни на какие пандемии и другие кризисы, пусть наши библиотеки всегда процветают и сохраняют равновесие. Видно ли мою презентацию? Здравствуйте. Теперь я постараюсь быстро рассказать о том, как справлялась в условиях пандемии и при этом без строгих ограничений наша библиотека, пытаясь сохранять баланс и делать все возможное, чтобы не превратиться в баланс для университета. Буквально два слова о библиотеке. Она является достаточно крупной, расположена в четырех зданиях, 17 отделов в структуре, обслуживаемые на семи абонементах и десяти читальных залах. На сегодняшний момент порядка 22,5 тысяч пользователей, 84% из которых это студенты. Как развивались события у нас в Беларуси? 28 февраля был зафиксирован первый официально подтвержденный случай заражения, и это был именно случай у студента БМПУ. Соответственно, сразу было принято решение о переводе студентов на индивидуальный график обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это не карантин, но, тем не менее, все-таки ограничительная мера. И аудиторные занятия также были отменены, но при этом административно-управленческий и обслуживающий персонал продолжал работать в читательном режиме, в том числе и библиотека. То есть первая задача, которая перед нами стала, обеспечить удаленным обслуживанием вот этих вот 84% наших пользователей, которые ушли на индивидуальный график обучения. Нам удалось довольно быстро это все организовать, поскольку достаточно давно были внедрены и успешно работали виртуальные услуги и сервисы. Сосредоточились мы в первую очередь именно на продвижении, на напоминании о том, что это есть и как это надо использовать. Но уже к 10 марта этот режим был отменен, и опять учебный процесс возвратился в штатный порядок. Тем не менее, к концу марта ухудшалась эпидемиологическая ситуация, становилось все больше случаев зараженных вокруг, и уже 7 апреля был разработан план Мингур-исполкома по профилактике снижения распространения COVID-19 в Минске. И в числе мер в этот план также было включено обеспечить функционирование библиотек без проведения массовых мероприятий работы читальных залов. То есть мы остались, по сути, без читателей в читальных залах. Что изменилось в работе наших сотрудников? Изменился ли функционал? Я сразу хочу сказать тоже, что у нас в классическом понимании функционала читальных залов уже практически не осталось. То есть все сотрудники наших читальных залов в обязательном порядке, в своем функционале еще используют, точнее имеют ряд других функций, в частности, функций, связанных с продвижением публикаций авторов БНДУ международной системы, в том числе работа с информационно-аналитической системой Science Index RINs и так далее. То есть мы просто что должны были сделать? Мы должны были пересмотреть планы и по-другому немножко настроить работу сотрудников. Функционал сотрудников, созданного в феврале прошлого года отдела развития научных коммуникаций, на сегодняшний момент обеспечивал создание информационных продуктов и услуг, в том числе, которые можно было бы использовать при необходимости и при переходе на дистанционную работу, но также они очень удачно стали работать именно вот в это время. Наиболее востребованы, какие были ресурсы в этот период. То есть, повторюсь еще раз, несмотря на то, что мы не уходили на удаленный режим работы, все равно, скажем так, востребованность удаленного обслуживания несколько возросла. Ну, тем не менее, если мы говорим, что пользуются наибольшим способом, а это в первую очередь ресурсы, создаваемые библиотекой, репозиторий, поскольку он используется практически как ЭБС в российских библиотеках, университетах, значит, количество скачиваний увеличилось где-то примерно на 20%, если мы будем сравнивать с периодом прошлого года два месяца. Также и с сайтами научных журналов БНТО, кроме того, востребованные оставались библиометрические услуги, что удивительно, издательские услуги в нашей структуре, есть издательский отдел, как я уже говорила. Почему? Потому что многие университетские издательства, как оказалось, закрывались из-за того, что заболевали сотрудники, все упадели на карантин, и они просто не функционировали. То есть, мы еще, даже можно так сказать, и заработали на этой ситуации. Кроме того, хорошо себя зарекомендовали интернет-дайджесты, которые мы стали выпускать с конца 2019 года, и, в принципе, вот это тот как раз-таки информационный продукт, который имеет, скажем так, будущее. Он является хорошим инструментом для продвижения электронных ресурсов в образовательный процесс, и также буквально три за два месяца, за полтора месяца мы сделали выпуска, и на портале новостном университета количество просмотров подвигалось к 2,5 тысячам. То есть, очень этот формат понравился нашим пользователям. Ну и также проанализировали мы обращение к сайту библиотеки, и я хочу сказать, что вот, к слову о том, что говорил предыдущий докладчик, я не могу сказать, что у нас сильно увеличилась востребованность наших сервисов и услуг, потому что, повторюсь, это уже было и использовалось. Незначительное увеличение, конечно же, произошло, но, тем не менее, практически и по востребованности сайта разделы те же остались более популярными, что и были раньше. Мы активизировали за это время работу с нашими инновационными структурами, научно-технологическим парком и опытным заводом. Также наладили персональное информационное обслуживание. Кроме того, выпустили первый путеводитель, или путеводитель именно по патентам, что также и вложилось именно в это направление информационная поддержка инновационной и коммерциализации научных разработок. Плюс ко всему, нас очень порадовало то, что проект «Наш тактильные книги» попал в фотогалерею Американской библиотечной ассоциации «Лучшие практики мировых библиотек» 2020 года, и это также укрепило имидж библиотеки именно как культурного и просветительского центра. Ну и не могу сказать несколько слов о проблемах. Проблемы, с которыми мы столкнулись, не уходя на карантин, в первую очередь связаны, безусловно, это с сохранностью здоровья наших сотрудников. И это главные риски, и главные наши мероприятия были направлены на то, чтобы ограничить эти риски как можно больше. Не хватало знаний в области правового регулирования, для того, чтобы, когда мы определили категории, наиболее подверженные риском заражения, и надо было рассматривать необходимость перевода на удаленную работу, но еще не было даже нужных документов к тому моменту, они появились чуть позже. Кроме того, мы столкнулись с тем, что на отдельной процессе и операции нет технологических документов. С другой стороны, в обычное время мы бы это не заметили, но когда случилось, что сотрудник, например, одного отдела заболел, все остальные были контактами первого уровня и на 14 дней ушли на самоизоляцию, таким образом мы остались как минимум без двух отделов. И надо было срочно решать, как продолжать работу этих отделов. То есть встает вопрос взаимозаменяемости сотрудников. То же, о чем мы говорили. Сегодня сотрудники библиотек должны уметь все. Они при необходимости должны быть перенаправлены на другие какие-то участки и удачно с этим справляться. Но для этого в порядке должна быть вся документация технологическая. Конечно, у нас большие проблемы были с преодолением стресса и психологических проблем. Поэтому сейчас мы думаем о том, что тоже мы хотим провести какие-то тренинги, мероприятия в этом направлении. Ну и много других вопросов, на которые мы искали ответы в опыте зарубежных библиотек. Вот, в частности, результат работы, исследования многих практик и сайтов явился вот этот информационный обзор. Он есть у нас на сайте, размещен в открытом доступе. И я думаю, что будет мне безинтересен, многим коллегам можно с ним познакомиться. Ну и, наконец, что следует развивать, конечно, продолжать развивать технологии и инфраструктуру для организации эффективной удаленной работы и виртуального сотрудничества, потому что мы видим ситуацию с пандемией. Неизвестно, что нас ожидает. Говорить о том, что мы перешли в постковидный период, наверное, еще рано, коллеги. Поэтому вот все-таки нужно думать о том, чтобы всегда быть готовыми к переходу. Также, естественно, возможно уделять внимание приобретению ресурсов электронных, интеграции их в образовательный процесс дальнейший и обязательно внедрение онлайн-оплаты всех дополнительных сервисных услуг. Опять же, то, чем мы столкнулись сегодня, к сожалению, пока у нас таких возможностей нет, мы уже прорабатываем. Ну и кроме того, конечно, нужно повышение квалификации сотрудников, причем я бы развивала по категориям отдельно, потребности в обучении реализовать для руководителя, отдельно для наших сотрудников. Ну и изменять коммуникацию с пользователями. Да, хорошо, наши ресурсы и услуги вроде бы востребованы, но нет вот именно вовлечения в наши процессы. Поэтому очень интересен, на мой взгляд, опыт зарубежных библиотек по вовлечению, например, в создание совместного контента. Также в нашем обзоре есть эти примеры. Вот я думаю, что стоит развивать вот это вот направление вместе с пользователями. Ну и в заключении хочу повториться о том, что, конечно, в условиях, с которыми мы столкнулись, самые главные риски – это риски, связанные со здоровьем наших сотрудников. Этому нужно уделять огромное внимание, разрабатывать первые меры в отношении вот этого. И нужно понимать, что без сотрудников, без коллектива, даже самые лучшие электронные сервисы и услуги не смогут быть реализованы. Спасибо, коллега. Спасибо большое, Ильна Викторовна. Спасибо большое. Спасибо.